Поехали. Сейчас весна, начинаются работы, весенние такие. Может быть, некому будет меня слушать. Чего не знаю, того не знаю. Давайте здороваться. Валентина Курган, добрый вечер. Данила Н, всем привет. Гречихина, добрый день. Блинова, всем здравия и радости. Всем добрый вечер. Гусева, всем добрый вечер. Брат Железов, всем здравствуйте. Наталья, добрый вечер. Сергей Кузнецов. Приветствует нас всех Ланшакова. Салют Железовцам. Ну вот уже и звание появилось. Железовцы всем щедрого года и победы добра на земле. Это виноградов, здравия. Ланшакова. Горечи очень нужны организму. Горечи. Что же это за слово горечи? Им рады печень, желчный, поджелудочный. Горечи для них, да и всего, желудочно-кишечного тракта. Лечебный, оздоравливающий, стимулирующий фактор. Горечи ежедневно должны присутствовать в рационе мудрого человека. Индийская ведическая кухня об этом тоже говорит. Классика. Пять вкусов, скажем, прямой пищи. Человек сыт от небольшой порции пищи. Если хотя бы одного вкуса не хватает, человек ищет, чтобы такое съесть. Отличная вещь. Ягоды, плоды, овощи, травы, коренья. Коренья с горечью. Так, ну что, очень мудро. Я с этим согласен. Мне бы не хотелось сегодня останавливаться на диетах, но я вам так скажу, ребята, вот мудрая вещь мы от Лошакова прочитали, услышали. А вся вот эта вот система, которую мы называем диетологией, это уже наука абсолютнейшая. Она рассчитана только на заработок, зарабатывать на невежестве людей. Тем более, что люди, как правило, страдают от гастритов, от изжогов, от камня, печени, почках, от всего. Страдают, страдают, страдают. И тут вступает в действие наука диетология. Дурь несусветная. Она делает больных не просто больными, а хроническими больными. А хронических больных она делает инвалидами. А инвалидов она делает покойниками. Но я сейчас, честно говоря, я вот от этих гастритов так устал, что на эту тему могу поговорить в другой раз. Но еще раз говорю, диетология, которая называется себя наукой, это страшная вещь. Это подлая, невероятная вещь, которая с его этими самыми калориями, килокалориями, невероятнейшая, глупая, ошибочная. Только ради вынимания денег из карманов больных, страдающих людей. Вот. Хотите, напишите. Хотим услышать в следующем вебинаре хотя бы пятиминутную лекцию. Вот. Иван мой. Катерин, заваливая снегом. Опять все тает. Сегодня плюс шесть. Но она обычно, вторичный снег, махом тает. Или напарина. Драве. Свиньям всем привет. Смотрите, всем здравствует. Я же королая, минус два снега. Да вообще, это, я не знаю, скоро. Все меняется. Мне плюсовая температура последние дни. Даже ночью. Ну, выпал снег, растаял. Ну, выпал, растаял. А так уже неделю как плюс. Я уже удивляюсь, что северо-запад завалено, а в Сибири теплее. Что творится-то? Галина. Галина, здравствуйте. Живу в Перми. Снега выше колена. Вчера откопала саженца абрикосов, свив, чтобы не замокла корнева шейка. Осенью получила бруша от Летенкова. Послала жена. Но она редко еще под снегом. Если часть снега ставит, высаживать еще некуда. Да как быть с саженцем? Хм. Ну, я же не понимаю. Вот высаживать его некуда. А сейчас он что? Лежит. Может быть он прикопан. Если вы получили грушу. Вы же не написали прикопан он или высажен на постоянное место. Если на постоянное место, то уже высажен. В общем, я не понял. Если прикопан, то некуда. Значит, что делать? Вы находите, еще пока думаете, куда вы мне еще высадите. Снег растаял, а она, допустим, лежит. И надо снова прикопать на уже. Да нет, надо думать. Вытает, надо посадить, если он прикопит. Что еще можно придумать? Добрый вечер, Валерий Костянович. Есть черенки вишни сладкой, черешни. А это вы спрашиваете? Есть черенки вишни сладкой, черешни, а также черенки вкусных. Я буду длительный и поздний срок до хранения. Черенки я оставил, черешни только себе. Вишни сладкой, а не будет никакой гарантии, что она будет сладкой. Потому что она у меня кисло-сладкая. А вот черенки яблонь полно летнего срока, осеннего срока для хранения. То есть, и летнего, да, есть. Осеннего есть, позднего есть. Я вам посоветую. Черенки я оставил только себе. Мне надо хоть немножко обновить черешни высад. Давно этим не занимался. Так. Ну, если одну веточку черешни Боднера... Если будете заказывать яблонь, летнего, осеннего, позднего срока... Тогда вы мне, пожалуйста, напишите, что я вам обещал веточку черешни. Все, что могу. Сейчас, извините. Или там соседнего, суседнего, суседнего ко мне. Не понятно. Бывает. Я всегда, когда стук, я подхожу к двери, вижу, никого нет, у меня сердце сжимается. Когда ко мне приходят покойники, которые недавно умерли, они всегда в дверь стучат. Кстати, замечайте тоже. Им бывает обидно, что они стучат. Вы открыли, никого нет. И даже не подумали, что к вам пришли. Это чадо душа в гости. Если такой стук, подошли, никто не отвечает, никого нет. Открывайте, говорите, заходите, идите на кухню, наливайте чай, наливайте рюмку, разговаривайте. А вот теперь присутствие человека с того света, который не с того света, а который еще не улетел, душа еще не улетела. Вот. Самое. Вы так. Значит, вы почувствуете, что по комнате идет такой шелест. Он очень похож на разряды статического электричества. Знаете, у кого там платье бывает, там, провел рукой, треск стоит. Вот такой треск стоит, когда легкий, почти незаметный, когда чья-то душа у вас присутствует в комнате. Имейте это в виду. Вот. Вы относитесь к этому как к нормальному вещь. Пожалуйста, не думайте, что я вам глупости говорю. Я знаю, что говорю. Я много знаю, чего никто не знает. Так. Теперь у нас в Калуге Тимирязевка, в питомнике все саженцы привозные погибают. У вас Тимирязевка, у вас в Калуге якобы есть питомник, якобы. Вот. И он называется Тимирязевский. Именно в Калуге. Вот. А он должен выращивать саженцы на месте. Я видел эти саженцы. То есть не саженцы. Я видел ихний сайт. Я видел, что там написано, что это сайт Тимирязевской академии. Я видел, что все до единого фотографии являются из интернета. То есть все обман. То есть нет своих фотографий. Ни одной. И я как-то показывал давненько, года три-четыре назад, я заметил. Там и мои есть фотографии. Представляете? Наглость какая. Вот. А вы пишите, погибает на второй, третий год. Они должны на первый погибать. Ну, видимо, какой-то. Скорее всего, еще и на первый. Это максимум. Максимум на второй, третий. Скажем так. Это Горька. Кругом мошенничество. Это одни из мошенников. Вот. Здравствуйте, Олег Костинец. Растут из ваших костейки вишни Жуковская и черешня Боднера. Подскажите, на какой код начинают плодношения Сенцева и черешни Вишни? Понятия не имею. У меня на третий-четвертый год зацветают вишни корневые отводки. Корневые отводки. На третий-четвертый год. Из косточки никогда не выращивал. То есть, редкий случай, когда... Если отвечу на 99 вопросов, отвечу. Это сотый, на который не смог ответить. То же самое и черешни. То же самое. Не знаю. Вот. Тем более, что черешня отводков не дает. А вишня дает. Вот. Это вы нам потом, пожалуйста, скажете. На какой год зацвела? Подозреваю, что где-нибудь на пятый-шестой. Скорее всего, на пятый-шестой. Вот. Ну, уже то, что растут, уже слава Богу. А то бывает, что вот, не взошли. У меня же обидно слышать такое. Валентина Лемехова. Здравствуйте. Я Валерий Константинович. 25 января. Заложила на салликацию коточки абрикосов. Нормально. Во время... Все время они саллифицировались по температуре минус 2. Ух ты, интересно, что минус 2. Примерно месяц назад разложила коточки торфяные горшочки. Чтобы они, если порастут, не травмируют. Вчера достало посмотреть. Все нормально. Влажность стабильная. Плесени нет. Ну и проросков нет. Доставать их с подвала для поращивания. В теплице. Или пусть дальше в подвале лежат. У нас ночью минус 7. Теплица 0. Днем 6. Тут невозможно угадать. Сегодня так. Завтра так. Минус 2. Это предельная температура. Тут, конечно, уж при минус 2-то точно не проснуться. Хороша такая погода. То есть такая температура, когда снег лежит. Никак не тает. Хранили бы, допустим, при плюс 2-плюс 5, как большинство. Уже была бы головная боль. Надо рассаживать. Вы видели. Я показывал фотографию. Свежая фотография. Так. А у вас получается задержка такая. Минус 2. Если все это время прожарили минус 2. То я теперь даже не знаю, взойдут ли они весной. По идее, должны взойти. Но когда попадут в тепло. А вот дальше держать при этих минус 2-плюс 1. Или доставать, я не знаю. Некоторые достают. Да, действительно, переносят их в эти. Если время пришло, то как промежуточный вариант в эту теплицу можно. Как промежуточный вариант. Вот. Может быть и пора в теплицу. А вот или дальше пусть в подвале лежат. Как лучше. Так или так. Совершенно непонятно. Тем более ночью минус 7. Так. Следующий. Еще один вопрос. Привать яблоньки пора. Ну, они вообще-то, если даже ночью минус, днем плюс, то еще бутылкой накрыть. Можно. Или если это скелетная прививка. Значит, мешочком полиэтиленовому прививку завязать. Завязать, замотать. Вот. Давайте, наверное. Будет про ночью минус 7. Днем плюс 6. Так. Ну, может быть. Может быть. Подождать несколько дней. Ну, на 7 ночью. Можно подождать. Ирина Горячихина. Лотенкова. Смотрите. Про бактериальный ожог на сайте. Извините. Лотенкова. Вот. Значит, у него на сайте есть соответствующий материал. Пожалуйста. Кому интересно, познакомьтесь. Так. Латли. Вопросы. Лимонка. Зейлийская. Чернобай. Квинти. Какой срок содревания яблок? Если делаем прививку расщеп, то два черенка немного шире диаметра по двое. Можно ли их вместе соединение между собой немного подрезать, чтобы обои убрались? На второй вопрос отвечаю. Да. Если два черенка чуть-чуть шире, чем получается место среза. Вот. Да. Можно подрезать. Я так делал. Желательно один. Так. Теперь лимонка. Это летний сорт. Он не зря занял у Чернобая второе место по вкусу. Чем больше сахара, тем летнее. Скажем так. Чем больше сахара, тем летнее сорт. Вот. Чем больше кислоты, тем дольше лежит. Но вкус уже чуть-чуть не тот. Зейлийская. Чисто зимний сорт. Вот. Квинти. Это летний сорт. Снова. Я его привез в Украину. Я очень доволен. Так. Ну, вроде бы ответил. Викулов. Влад. Можно подрезать, но внутри. Да. Встать. С внутренней стороны. Хорошо. Я не догадался. Это как само собой разумеется. Главное, чтобы снаружи какого-то красного пола уровня. Спасибо, Анатолик. Это очень удачная подсказка. Подрезай так вот внутри. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Время, которое... ... ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok